МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это мы не только. Мы поговорим сегодня с главным архитектором Адинцовского района Кириллом Александровичем Завраженным. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Это значит, что вы можете присоединиться к беседе и задать свои вопросы Кириллу Александровичу. Наш телефон 8-495-508-86-84. А пока вы до нас дозваниваетесь, я предлагаю вернуться на какое-то время назад и посмотреть сюжет с пресс-конференции, которая прошла в администрации Адинцовского района. Тогда журналистам подробно рассказали, что произойдет с нашим центром в ближайшее время. Внимание на экран. Главная площадь Адинцова – это не просто центр города, но и сердце всего района. Сюда приезжают на праздники жители всех поселений муниципалитета. Поэтому интересно здесь должно быть и малышам, и подросткам, и взрослым, и представителям старшего поколения. Сделать центральную площадь максимально привлекательной для каждого – основная задача реконструкции. Понимаем, что делать площадку для всех детей невозможно. Вы никогда не угадаете. Всегда есть разбивка на возраст. Так традиционно сложилось, что на сегодня практически большинство российских городов охватывает детскими площадками максимум возрастом до 10 лет. Дети, которым старше, так называемые тинейджеры, им уже там неинтересно. Наш ответ был на это – это создание зоны воркаута и скейт-парка. То есть это как раз те виды спорта, те виды активности, которые с удовольствием притягивают к себе подростков. Таким образом, удастся и сохранить малоархитектурные формы на площадке для малышей и занять подростков. Скейт-парк и зона воркаута появятся рядом со стадионом, который также будет реконструирован. Но при этом горожанам придется распрощаться с теннисным кортом и хоккейной коробкой, расположенными по соседству. Статистика, на которую опирались авторы проектного предложения, показывает – эти объекты не востребованы, поэтому рациональнее организовать на их месте парковку. Та же участь ждет и детскую площадку у волейбольного центра. Это такое очень мучительное решение было – замещение там парковки. Мы старались его компенсировать, скажем так, его самим решением. То есть это будет с максимальным количеством, возможно, максимальным даже с ущербом на количество машин и мест озеленения. То есть там и с деревьями, где существующие удастся просто в решетку разместить и газонов, и пешеходных дорожек. Две детские площадки, которые сейчас находятся на центральной площади, после реконструкции объединятся в одну. Она будет учитывать интересы детей разных возрастов и расположится в геометрической середине парка, в районе Стеллы, посвященной 2000-летию Рождества Христова. Работы в этом месте уже начались. Будет гораздо больше, чем вместе взятых сейчас две площадки малотектурных форм, нового качества. Здесь будет четкое зонирование по возрастам, то есть малыши там до 5-6 лет и до 10 лет остальная аудитория. Также там будет сохранено все озеленение. Надо сказать, что качество закупаемого оборудования для игр, оно будет на уровне того, что находится сейчас на Лазутинской трассе. То есть оно загребендовалось очень хорошо, качественно выдерживает действительно несколько лет эксплуатации и еще прослужит несколько лет. Скоро одинцовцы смогут посмотреть на любимый город под новым углом. В центре появятся объекты, по крыше которых можно будет ходить. Остров Баранки соединят с берегом, мостиком, приведут в порядок и сам водоем. Мы знаем, что сегодня ступени, когда идешь с площади, находятся не очень в удовлетворительном состоянии. И есть предложение, конечно, их не только сделать в новых материалах, но и придать им новую функцию. Как, например, деревянный декинг. А также рассмотреть прилегающие берега, просто улучшив их эстетическую часть. Реконструкция центра города Одинцова будет проходить в несколько этапов. Первый уже начался. В его рамках число городских достопримечательностей пополнится аллея искусств с фигурками животных. Завершатся работы на детской площадке и в экстрим-парке. Окончательное же превращение центральной площади в парк отдыха произойдет в 2018 году. Кирилл Александрович, сейчас уже идет второй этап реконструкции. Что включало в себя первый? Давайте еще раз об этом поговорим. Да, очень важно отметить, действительно, результаты первого этапа. Нами сделана, вот о чем сейчас в репортаже говорили, центральная детская площадка. То есть она, в общем-то, наполнена уже всеми малыми архитектурными формами. Видно, как сохранена зелень. Зелень – это действительно достояние этого места, города. И мы очень стараемся щепетильно к этому относиться. Также построены площадки для тинейджеров – это воркаут и скейт-парк. И мы в рамках того бюджета, который был выделен в прошлый год на первый этап, мы смогли заменить 74 светильника, то есть фонари. Недавно был проведен круглый стол с общественной палаты Одинцовского района, где, я так понимаю, продолжилось обсуждение проекта. И тот проект, о котором мы сейчас говорили в сюжете, он будет несколько изменен. Вот что именно будет по-другому? Да, абсолютно верно. Нашей ошибкой прошлого первого этапа было то, что мы недостаточно внимательно слышали жителей, даже где-то в чем-то не спрашивали. И в этом этапе мы пошли совершенно другим путем. Прежде чем что-то согласовывать дальше в работу, мы провели достаточно большое время в обсуждениях. Сначала с лидерами общественного движения, учитывая жалобы и обратную связь от первого этапа. Также мы в соцсетях публиковали то, что мы намерены сделать. По сути, это был, скажем так, вброс в общественное мнение того, что проектировщики предлагали. Потому что для нас мнение жителей важно в том еще, потому что они пользуются этим. Пользовались раньше, пользуются сейчас. И они видят, как они хотят, то есть чего не хватает, как они хотели бы пользоваться это в будущем. Поэтому, наверное, основной такой принципиальной разницей между первым и вторым этапом, это то, что сегодня мы все делаем, так сказать, при непосредственном участии жителей. То есть мы хотели бы, чтобы они были соучастниками нашего решения. Мы ограничены, конечно, бюджетом. Это тоже важная часть. И я это доносил до наших коллег, с кем мы встречались. И в данном случае надо сказать, что проект, конечно, претерпел определенные изменения. Я считаю, что к лучшему. И мы готовы сейчас более детально коснуться этого. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. 508-86-84 наш номер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы хотите задать вопрос Кириллу Александровичу по поводу реконструкции центральной площади? Да, я хочу задать вопрос. Задавайте. Кирилл Александрович, скажите, пожалуйста, вот у нас с той стороны пруда заброшенный дом около детской площадки, заросший весь, забор непонятно какой. Потом идет металлический забор от бегемота, скончается никуда он там. Для чего он стоит? С другой стороны, рядом, где был у нас купол, стоят гаражи, школа бывшая. К ней пристроили гаражи. И вообще, ну, это центр города. А это вообще площадь. Не получится она, если не привести в порядок и ту сторону. Со тех сторон должна она смотреться. И плюс вот улица, которая идет к станции, все заборы поломаны. Все раньше никогда. За этим всегда смотрят. Заброшен дом? Ломайте. Не заброшен, если кто-то не живет. Ну, сделайте забор, заставьте делать, чтобы улица была. Это центральная улица, по которой все демонстрации проходят. Вы посмотрите, выйдите по ней до станции. Спасибо, Александр. Вот еще у меня вот такие вопросы к вам, Кирилл. Спасибо большое. Вопросов, на самом деле, много. Ну, и достаточно актуальные вопросы, думаю, интересуют не только Александра. Здесь все не так просто, насколько я понимаю, с заборами, с частными домами. Давайте я сразу отвечу на вопрос Александра. Скажу издалека, что мы собрали порядка 257 комментариев на нашу публикацию в общественных сетях, через телевидение в том числе. И мы систематизировали все эти комментарии. Мы, как я сказал, ограничены бюджетом, 76 миллионов рублей выделены на этот этап. И надо понимать, что в том числе и эта проблема с этим домом, который действительно находится на лобном месте, и он, в общем-то, портит ощущение и атмосферу этой площади, которую мы начинаем преобразовать. Конечно, мы исходили из того, что да, мы понимаем, что в числе проблем и задач, которые надо решить, он тоже стоит. Но мы поставили обсуждение и дискуссию таким образом, к чему люди, скажем так, склонны обсуждать больше всего и чего они больше хотят. То есть на что они больше всего среагировали. И по количеству откликов мы, соответственно, создали иерархию тех видов работ, которые мы хотели бы внедрить. Этот дом у нас находится в плане работ. Объясню, какие проблемы находятся, скажем так, на пути решения задачи по благоустройству. Это частная собственность. Ну, наверное, и интернационально это то же самое. Частная собственность. Да, абсолютно верно. Интернационально. По ней у нас разработан даже рабочий проект. Мы разработали, условно говоря, до гвоздя все моменты благоустройства этой улицы. Заборы в том числе. Там непростая юридическая ситуация. Дело в том, что частную собственность и право на частную собственность в нашей стране никто не отменял. Поэтому здесь нужно... Просто так неяснись уж. Конечно, конечно. Здесь нужны сегодня современные цивилизованные способы принуждения граждан, собственников приводить это все в порядок на загнодательном уровне. Поэтому... А есть контакт с собственниками? Со многими есть, с некоторыми нет. Потому что, как оказывается, многие из них живут за рубежом. Даже не то, что они в Одинцово, даже не в России. Поэтому выйти на них очень тяжело. Но, тем не менее, закон не предусматривает, скажем так, одностороннем порядке снос. Поэтому здесь нужна более долгая процедура. Переходя к той общей ситуации по комментариям, мы, конечно, как я уже говорил, систематизируя все эти виды работ, пришли к выводу, что на первом месте, конечно, сегодня стоит проблема безопасности. Я объясню, в каких сферах это находится. Первое – разделение машин и пешеходов. В качестве иллюстрации. У нас есть со стороны молодежной заезд на парковку возле Ледового дворца. Совершенно недорогие виды работ, которые позволят нам увезти поток машин с места, где по дорожке между стадионом и Ледовым дворцом сегодня ездит машина, чтобы заехать туда. Можно просто ее закрыть, сделав проезд сквозной через первую парковку, которая выходит на молодежную. То есть нам просто достаточно между двумя парковками сделать перемычку. Мы таким образом уберем автомобильное движение, и там будут сходить спокойные пешеходы. Пешеходного пространства станет больше. Абсолютно верно, да. Второй аспект безопасности касательно детей и воды. Дело в том, что самая идея спуска к воды очень хорошая. Но так как у нас много детей, и особенно когда они находятся возле воды, у родителей возникает беспокойство. Мы решили сфокусироваться на этой проблеме. Мы хотим инвестировать большую часть этого бюджета в капитальную реконструкцию этой части набережной, потому что если просто сделать что-то наподобие косметики, заграждения, это не будет серьезным решением. Потому что кто там находится, часто гуляет, знает, что ступени там в удручающем состоянии. Они разваливаются, а подпорная стенка рушится. Поэтому это небезопасно. Мы еще не знаем, что находится под самой набережной. Это такие недешевые гидротехнические работы. Поэтому мы хотим капитально сделать ее безопасной с ограждением, чтобы мамы могли отпускать своих детишек, спокойно гулять вдоль этой набережной и наслаждаться близостью к воде. Третий аспект пешеходов и машин – это так называемая парковка возле ГДО, парковка администрации. Большинство голосов, конечно, и даже в соцсетях, вот это стоп-хам движение, коснулось тоже этой темы. Мы на это тоже обязаны отреагировать. Поэтому в нашем проекте предложено перемещение этой парковки. То есть мы хотим создать эту площадь больше пешеходной, разместить там перед ГДО традиционно, которая в далекие времена еще была танцевальная площадка. Мы хотим ее вернуть в хорошее время года, в хорошую погоду. Почему бы там не возродить эту хорошую традицию? Конечно. Я думаю, многие это оценят по достоинству. Да, вот. Это один из аспектов. Ну, я, может быть, если есть какие-то вопросы, сейчас отвечу. Вопросы у нас есть. 508-86-84. Лидия, здравствуйте. 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 Задавайте ваш вопрос Кириллу Александровичу. Мне очень бы хотелось, я давно хотела познакомиться с главным архитектором города Одинцово. Всего Одинцовского района. Вопрос. Вы когда-нибудь были на Можайском шоссе, дом 73, где магазин Оливье, площадь, где стоит банк, рядом садик? Скажите, меня два раза чуть не сбили машины, выезжавшие из гаража. Внутри два додика. Понимаете? И никакой там такой беспредел. Я вот думаю, о чем вы думали, когда вы строите дома, вернее, возле жилого дома такие магазины? Летом у нас невозможно до детской площадки выйти. Тут пьют, курят, орут. Рядом детский садик. Такой беспредел. Вот думаю, о чем вы думаете? У нас везде одни магазины. Машины, стоянки, магазины. Раньше такого вообще не было. Лидия, а как вы думаете, что должно появиться? Вот что бы вы хотели видеть в городе? Я вот хочу, что будет с этой площадью. Я хочу спокойно выходить из дома и ехать, потому что там все сделано только для машин. Спасибо за ваш вопрос, Кирилл Александрович. Ну, на самом деле, Оливье – это бывшая Дубрава, которая была построена еще в советские времена, и мы, в общем-то, об этом знаем. То есть, как бы это достаточно давно существующий торговый центр. Банк, наверное, появился недавно. Это усугубило ситуацию, наверное, это имела в виду Лидия? Усугубляет все. Дело в том, что процесс урбанизации и процесс, скажем так, коммерциализации нашей жизни, его не остановить. То есть, есть, с одной стороны, жизнь жилья, то есть, жилых зданий. С другой стороны, есть общественная жизнь, общественные здания, коммерческие здания. И речь идет о том, что это не сбалансировано. Плюс, о чем сейчас жительница говорила, это, конечно, отсутствие так называемых правил безопасности пешеходного и дорожного движения. Но это еще раз подтверждает правильность того, что вы говорили до этого, разведение потоков. Да, даже если, условно говоря, это мне в наследство досталось по части того, что это было сделано до меня, все равно мы с этим должны работать. У нас сейчас впереди, соответственно, сезон благоустройства, весна, лето. Я себе пометил этот вопрос. Мне самому тоже лично не нравится та ситуация с парковками, с перенасыщенностью автомобилями и небезопасным пересечением потоков. Поэтому, ну, мы, вы знаете, давно уже занимаемся этой проблемой. Там были ликвидированные палатки, которые еще больше ухудшали. То есть, с другой стороны, мы понимаем, что появились новые торговые площади, и это увеличило еще больше поток людей, посетителей. И речь идет о том, что сегодня вот эта ситуация, она не сбалансирована абсолютно. Решить ее, скажем так, снести или там закрыть что-то мы не можем. Поэтому надо исходить из того, что как можно методами благоустройства что-то сделать. Проблема понятна, хотя она не в рамках нашего разговора, не в рамках площади. Но раз уж мы заговорили, что на площади мы решаем эту проблему, конечно, просто там мы сейчас фокусируемся. Действительно, Дубрава – это один из таких, ну, серьезных очагов активности города. Да, людей там всегда много. Поэтому надо, да, им заниматься. Спасибо большое за вопрос. Мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, здравствуйте. Мы вас слушаем. Николай. Николай, задавайте ваши вопросы. Я поинтересуюсь, Кирилл Александрович, вопросом из Гусанской баллади номер 2. Ну, вторая очередь. У нас здесь недостроены брошенные 7 коттеджей и 7 таунхаусов двухэтажных корпусов. Вместо этого строя вырубили 2,5 гектара леса великолепного и построили там, строят двухэтажный дом на 202 квартиры. Это у кого в голове родилась эта идея? Просто вы прошли заяснить, что будет с тем домом, который в вырубленном лесе построен, и что будет с этими коттеджами и таунхаусов. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Но не совсем. Мы отдаляемся от центральной площади. Может быть, коротко поясните, Кирилл Александрович. Вы знаете, я могу, может быть, не совсем точно понять, о чем идет речь. Вот, о каком доме, о каких коттеджах. Там есть несколько ситуаций. Дело в том, что предыдущий застройщик, Жилинвест, он оставил после себя очень много проблемных строек. И должен ответственно заявить, что сегодня другой застройщик, Инград, предпринимает усилия решить и достроить часть зданий, которые действительно связаны с дольщиками и теми обязательствами, которые не выполнил предыдущий застройщик. Что касается малоэтажных зданий, касательно коттеджей и таунхаусов, там есть несколько площадок. То есть, возможно, просто я тогда свяжусь после передачи, после праздников. Вот, и мы более детально ответим на вопрос, потому что, ну, это, скажем так, опять же, не тема нашей сегодняшней встречи, но волнующая тема нашего жителя. Поэтому мы тогда уже непосредственно адресно... Вы надеялись, что Николай оставил свой номер телефона и с ним будет возможно связаться. Все-таки вернемся к центральной площади. Вопрос, который тоже волнует многих. Баскетбольная площадка. Когда на ее месте появилась площадка для воркаута, жители обеспокоились. Насколько я понимаю, вы их сейчас сможете успокоить. Конечно, да. Еще раз признаюсь, что это была наша ошибка. Недостаточно объективно рассмотрели всю ситуацию и не опросили жителей и тех, кто пользуется этими площадками. Мы предусмотрели в втором этапе баскетбольные площадки. Приносим извинения, что так вот поступили в первом этапе. Впредь такого не будет. Мы всегда в диалоге теперь находимся со всеми пользователями парка. Нам известны те социальные группы, общественные движения, которые там находятся. Поэтому еще раз, соответственно, заявляем, мы их сделаем в рамках второго этапа. Вот так, если подытожить, что в себя будет включать второй этап реконструкции? Какие работы будут выполнены? Да, давайте еще раз подытожим. Да, это очень важно. У нас небольшой достаточно бюджет, поэтому половина бюджета у нас уйдет на благоустройство набережной. Задача, которая будет решать первое ее техническое состояние, оно сегодня аварийное, и мы должны работать в этом направлении. Второе, оно будет нового эстетического качества и будет выполнять еще барьер безопасности между сушей и водой. Там можно будет спокойно гулять, не боясь отпустить своих детей. Второй момент, это освобождение парковки ГДО. Мы тоже хотим это сделать, то есть делать больше пространства, а зеленое пространство для пешеходов. Третье, мы хотим сделать возле Стеллы идею того, что там сделать лавочки вокруг, то есть люди там будут сидеть, потому что все подходят к ней, но как-то провести... Это подростки на ступенечках сидели по одному-два человеку. Мы хотим это и сделать, чтобы они могли сидеть. Плюс идеи жителей, опять же, после встречи, сделать там идею солнечных часов, потому что это очень интересная идея. Следующий момент, мы хотели бы добавить больше малых артикультурных форм, вот этот вот аллея искусств и так далее. По просьбе жителей мы, соответственно, баскетбольные площадки делаем. Вот, и много маленьких таких фишек небольших в виде, например, охраны парка, в виде питьевых фонтанчиков, стендов для размещения экспозиций. Вот, и еще мы хотели бы привести в порядок ту существующую торговлю, которая сейчас есть. Вот, кстати говоря, волейбольные площадки будут, потому что волейболисты тоже переживали. Мы хотим сделать многофункциональные площадки, в зависимости от того, опять же, после дальнейшего обсуждения у нас со спортсменами будет более, уже при окончательном решении, более отдельная такая специализированная дискуссия, и мы примем окончательное решение, потому что еще и теннисисты, вот, и здесь всегда вопрос о том, что достаточно ценная, скажем так, территория города, в стесненных условиях ограниченная площадь, и мы будем исходить из того, что, как много пользователей на ней хотят проводить свое время, потому что, действительно, площадка очень популярна для спортсменов, для тех, кто ведет активный образ жизни, мы не хотим это потерять, потому что традиционно это место должно остаться в умах и в привычках людей, как место проведения активного отдыха. Мы сегодня говорим о реконструкции центральной площади города Одинцово. Работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495 508 86 84. Звоните, задавайте ваши вопросы. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Добрый вечер. Добрый вечер. Людмила Константиновна. Людмила Константиновна, вы хотите задать вопрос по реконструкции? Ну, немножечко... Почти. По реконструкции, конечно. Вот по Северной улице, мы сзади как раз нашего городсполкома, Северная улица, дом 54. Три детских сада, две школы, тротуара нет. Выход на Любу Новоселовой, нету тротуарной дорожки. Около дома 54-го тоже нету. Люди идут в детский сад колясками, с саночками, дети в школу идут, когда нам устроят тротуарчик. Спасибо за ваш вопрос. Вопрос интересный. Да, Людмила Константиновна, спасибо за вопрос. Я тоже обеспокоен тем, что там, как у поэта знаменитого, говорится, смешались кони-люди, только здесь уже железные кони и люди. И плюс место, где высаживают детей, всегда очень ответственно, потому что это стоянка, это, скажем так, сопровождение детей. Там чисто физически есть места, участки, дороги, где нет просто физически места. Вопрос, конечно, очень важный. Давайте мы его тоже пометим для решения в этот сезон с местной администрацией. То есть хотя бы участки сделать в виде тротуара, чтобы можно было, ну, как говорится, островки такие, да, чтобы можно было зайти именно там. Проблема нам известна. Спасибо, что еще раз они напомнили. На самом деле, очень приятна ваша открытость, что вы готовы работать с жителями города Одинцов. Я думаю, что они тоже по достоинству оценили. До 21 февраля вы принимали предложение от Одинцовцев, что они хотят увидеть в своем городе. Много ли было предложений? Много ли из них было конструктивных предложений? И какие-то вы будете брать на вооружение? Да, вы знаете, это очень важная часть работы. И по поручению губернатора это стало, на самом деле, обязательным условием при любых проектах на общественные деньги для общества по части, в том числе и благоустройства. Поэтому по поручению губернатора сегодня и эта работа, и все будущие проекты мы будем обязательно проводить и закладывать большой период времени на обсуждение с жителями. Я уже упоминал, что порядка 250 комментариев было дано через соцсети, а также в прямом диалоге. Я лично два раза встречался с лидерами общественного движения. И это оказалось, на самом деле, очень бесценной помощью. Потому что, помимо того, что как проектировщики смотрят на территорию и создают что-то новое, жители имеют свою перспективу взгляда. И они, на самом деле, это своими ногами проходят все и временем могут подтвердить, правильно ли решение, которое предлагают проектировщики или нет. Было очень много конструктивных идей. На самом деле, мы пытались собрать очень много решений о том, чтобы улучшить это все. И решались вопросы, как сделать новое качество, как создать благоприятную ситуацию вокруг ЗАГСа, сделать новые, скажем так, перспективы, ощущения на это место через мост, который поднимает людей на высоту 6 метров и дает новые ощущения, находясь на привычном месте. Мы предложили, например, зайти на остров. То есть люди могли зайти. Люди предлагали тоже разные идеи, что и где можно разместить. Хочется отметить Михаила Бштаненко. Он очень давал системные, конкретные замечания, поправлял нас, давал очень такие конструктивные предложения с аналогами, с фотографиями. То есть на самом деле обратная связь, она бесценная. И мы создали этот банк идей именно от жителей и внесли в свой проект корректировки. Мы, конечно, ограничены бюджетом. У нас появится и третий, и, возможно, четвертый этап, потому что нет предела совершенству. Я еще в рамках нашего разговора, позвольте скажу, что в этом году мы хотим реконструировать наш стадион. Это тоже очень важно. Но в рамках реконструкции этого стадиона мы обязаны обеспечить парковочными местами. И одной из таких болезненных тем, это было обсуждение парковки между стадионом и волейбольным дворцом. Это детская площадка. Да, потому что там существующие детские площадки. Они находятся, к сожалению, не в очень хорошем состоянии. Но основной посыл жителей был в том, что сохранить зелень. Потому что предыдущий опыт 20-летней, скажем так, застройки города привел к тому, что понятие благоустройства сводилось к тому, что просто зелень город пожирал. И в лучшем случае оставлял в виде детских площадок или каких-то парковок. Но на самом деле сегодняшняя программа, в рамках которых мы ведем эту работу, она называется «Комфортная городская пешеходная среда». То есть буквально речь идет о том, что главный объект нашего проекта – это пешеход. Второе слово «комфорт» звучит тоже первым на самом деле. Хотя «комфорт» – понятие субъективное, но тем не менее через обратную связь с жителями мы поняли, что комфорт для них – это сохранение как минимум зелени, а как максимум – это ее приумножение. Поэтому вопрос этой парковки, он звучал больше в контексте того, что сохраните зелень. Никто не против того, что нужны парковки. И это был посыл для нас в том, что найти какие-то альтернативные пути. Поэтому мы отказались от этой идеи в том количестве, которое парковка предполагалась. Мы все равно вынуждены к ней будем вернуться, а также пересмотреть парковочные карманы, возможность парковочных карманов прилегающих улиц, например, молодежные. Она сегодня с точки зрения благоустройства не имеет того потенциала комфортного, который нам могла быть. Там есть возможность и сделать парковочные карманы, и более комфортную пешеходную среду. Поэтому все это мы достаточно серьезно проанализировали. Мы собрали у нас большой файл этих комментариев. Там порядка сотни таких конструктивных замечаний с нашими ответами. И мы, конечно, хотим это еще раз показать. Это будет уже финальный проект в рамках нашего бюджета. Что мы готовы жителям доложить, что будет сделано в этом сезоне. 18 марта в нашей стране важный день. Для одинцовцев, наверное, еще важнее, чем для многих других. Конечно, мы будем выбирать президента. И, во-вторых, каждый одинцовец может проголосовать за то, каким он хочет видеть город. Каким образом это можно будет сделать? Спасибо большое за напоминание. 18 марта действительно очень важный день. Он важный день с политической точки зрения. А для одинцовцев он еще будет очень важен тем, что мы представим бюллетени, на которых они смогут познакомиться с тем, какие мероприятия и в какой очереди мы хотим им предложить сделать. То есть, используя явку жителей, мы хотели бы донести как раз идею того, что мы хотим сделать с благоустройством, будет там изображено. Так что не сидите дома, участвуйте, и город Одинцов будет комфортным и привлекательным, наверное, для всех. Кирилл Александрович, спасибо, что пришли к нам в этот предпраздничный день. Завтра у всех дам праздник. Мне кажется, что нужно воспользоваться случаем. Спасибо большое за представление такой возможности. Милые дамы, жительницы Одинцовского района, все, кто смотрит, разрешите пожелать вам, прежде всего, любви, красоты и всего наилучшего. И проведите эти праздники с пользой для себя, отдыхайте, наслаждайтесь. Ну а мы, мужчины, будем в этом вам помогать и стараться. С праздником! Спасибо большое. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Увидимся на канале ОТВ совсем скоро. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»